Парк – зона отдыха для людей. Но для всех ли? Выяснили курганские общественники в лице Андрея Вагина. Он взглянул на ремонтируемый парк Победы глазами обывателя. Первое, что попадает в зону внимания – это установленная тут табличка с множеством запретов, в том числе для велосипедистов. А если соблюдать безопасную скорость? А парк Победы – это транзитный путь со стороны Зорги к Пушкинскому ТЦ. И, в принципе, людям сейчас придется как-то объезжать или нелегально прокрадываясь по парку, пытаться его пересечь. В самом парке все более доступно. Нет ям, ступеней, прогулочные тропинки. Однако в некоторых местах они буквально не сходятся. Вроде бы не страшно, но в правилах благоустройства кургана тропинки в рекреационных зонах должны быть не прямыми и монотонными, а иметь естественные изгибы. Геометрическое расхождение не дает ощущения гармонии, как и лавочка в комплекте с урной. Например, только на этом участке их шесть. Есть, конечно, люди, которые говорят, что вот, менталитет курганцев такой, что необходимо им ставить урны под нос. Но, друзья мои, получается, что опять из-за небольшой группы людей, которые не могут себя прилично вести и бросать мусор в мусорки, поднявшись с лавочки, пройдя там полтора метра, мы ограничиваем всех остальных нормальных и адекватных людей. То есть мы в заложниках у тех людей, которые не умеют себя правильно вести. Теперь о подходах к этому кусочку счастья и радости – парку Победы. Из шести входов инвалиду-колясочнику, например, можно будет воспользоваться только двумя – со стороны улиц Зорге, либо в парк через часовню. Именно в этих местах бордюры снижаются до доступной по правилам высоты полтора сантиметра. Хотя родители с детскими колясками, кажется, это не смущает. На масштабный проект значимого для горожан парка потратили 32 миллиона рублей. Проведена грандиозная по объему работа. Общественник Андрей Вагин предлагает всего лишь поработать над мелочами, которые и делают доступную и комфортную городскую среду таковой. А еще включать местное сообщество в работу над каждым проектом по благоустройству. От разработки плана до его контроля на этапе строительства. Но делать что-то для людей без их участия, ну как-то безрассудно.